Вот уже который год эстрадная студия ЛИК, готовясь к традиционному концерту, посвященному Дню Влюбленных, с особым чувством подходит к выбору репертуара. Ведь в зал в этот день в качестве зрителей приходит много влюбленных пар, которые День Святого Валентина хотят разделить вместе с ними. И это прекрасное чувство взаимно. Мы готовим специальную программу. В этой программе участвуют и дети, которые сейчас в студию ходят, и гости, и которые приехали к нам, наши выпускники. Чтобы поднять людям настроение, показать, как дети в нашей студии поют живьем. В основном поем на русском, белорусском, но и на английском. Детям очень нравится. Поют несколько песен на английском языке. Конечно, стараемся работать на зрителя, причем на зрителя разного. Надо и на молодежь, и на более зрелую публику. То есть мы стараемся и песни так выбирать, чтобы всем угодить. При городском доме культуры студия ЛИК существует восьмой год. И посещают ее ребята разного возраста. Они являются постоянными участниками общегородских мероприятий. Их голоса мы слышим с экранов телевизоров. Пинчанки Владислава Якимюк и Наталья Шевчук стали участницами проекта столичного телевидения «Поющие города». А сколько вокальных конкурсов на счету участников студии? Шесть выпускников ЛИКа связали свою судьбу с музыкой. Я сейчас живу в Польше, учусь в Польше на артистку. Может быть, даже бы и не задержалась тут, в родном городе, если бы не концерт. Но для меня это важно. Я стараюсь не пропускать такие мероприятия. Каждое выступление, выход на сцену – это своего рода опыт. Во-первых, опыт. Во-вторых, конечно, Лариса Валентиновна много сил потратила, чтобы поставить мне голос. И вышло то, что вышло. С начала существования студией ЛИК руководит Лариса Валентиновна Горбунова. И за эти годы ей удалось вырастить целую плеяду творческих личностей. Я получила высшее музыкальное образование, закончила университет. Теперь учитель музыки и пения. Руководитель – это наша вторая мама, можно так сказать, потому что мы очень долго лет дружим. И не только руководитель. Она как настоящий друг. В профессиональном плане это навык пения, даже навык поведения на сцене, как себя вести. Да и по жизни она всегда, как мама, помогала и говорила. В любой ситуации можно было прийти и спросить, и она всегда подскажет. Подарить зрителям этот утонченный и невесомый праздник любви – задача отнюдь непростая. Чтобы концерт был разнообразным, ЛИК поддержали танцевальные коллективы. Со сцены звучали песни обо всех проявлениях светлого чувства и грустные мелодии о неразделенной любви и о взаимности.